в этом ролике на обзоре будет сверло форстнера 16 миллиметров не путайте с форестом есть такой фильм форест гамп рекомендую всем посмотреть кто не видел а это форестнер сверло вы смотрите канал дедовский метод всем отличного здоровья и хорошего настроения полезные ссылочки для вас будут под видео в описании так что же такое сверло форстнера у меня честно говоря до сих пор их не было я думал выписать с китая выписать и так как-то не получалось а тут захожу в оффлайн только бах за доллар 80 вот такое сверлошко да на 16 миллиметров но не важно что 16 миллиметров самое главное я хочу его испытать это сверлошко но так посмотрел как бы снова через упаковку до упаковку я там не мог распечатать потому что здесь вот тоже был ведь если это остался это ихняя метка как бы чтобы не воровали да хоть он там под стеклом было в шкафчике но не важно так в принципе она выглядит достойно как для меня и такое все острое все четко пока сделано длина его 90 миллиметров и как я уже говорил на 16 миллиметров но в диаметре я смотрел на эти сверла таких сцен в принципе нету но это я к чему говорю кто может заказывать в интернете в онлайне пожалуйста заказывайте ищите просто подешевле и лучше как бы продавца в которого больше продаж потому что может кинуть это естественное дело ну кто не рискует тот не пьет шампанского да но мне повезло вот купить такое буду искать еще и больше диаметром зачем оно ну мало ли что нужно будет но это по дереву сверло и чем ему прикол есть у меня вот допустим перьевые сверла здесь вам видно нет здесь у меня целый так сказать наборчик этих сверл ну вот допустим на 16 возьмем если у меня их несколько вот у них вот это перо слишком большое да выходит здесь перо фактически там получается на пару миллиметров только выходит то есть как бы по чашки можно сверлить отверстия не сквозные а допустим там ну грубо говоря под шкан какой-то что-то еще ну вот петлю посадить но это диаметр маленький здесь кстати по моему и на вода нарисован под петлю видите под петлю и дсп и дерево сосна натуральное дерево все на сверли но сейчас самое главное это тест так визуально все мне даже еще как было дала девушка консультант говорит ну вы посмотрите проверьте но добро я посмотрел через упаковку проверил ладно так уж и быть но самое главное что это недорого и сейчас мы его испытаем так я уже ставлю при вас это все дело отрегулирую так у меня есть два бруска натурального дерева сосна и дуб сейчас я свой станок опущу так чтобы он был у меня максимально приближен к заготовке ну начнем сначала с сосны как бы мягкая порода и как срез будет и прочее сейчас проверим ну мне так нравится режет оно кто переевым сверлил сверлил тот понимает как оно сверлить и как это ну чистый срез чистый срез он там видите только буквально пару миллиметров оно уходит то есть если что-то шиповать таким сверлом сверлить дерево ну нормально пока с этим сосной а ну-ка дуб как оно возьмет так так Но все вы знаете, что дуб горит, да, как обычно. У меня обороты большие здесь, а здесь все равно нормально все. Хороший такой, просто идеальный срез. То есть мне явно такое сверло нравится. Повторюсь, это у меня такое первое сверло. Ну, коронка там у меня есть как бы под петлю. Принцип тот же, но вот именно Форстнера это первое мое сверло. Все стоит покупать такие сверла, как для себя я сделал вывод. А вы делайте вывод сами. Это не реклама и не навязывание инструментов дешевых, там не дешевых, не важно. Самое главное это для себя делаю тест и показываю всем, что есть дешевый инструмент. Есть. Нужно искать, нужно рисковать, как в данном случае я рискую, покупая все дешевое. Кто-то скажет, ну, мол, выжил человек из ума и решил покупать все барахло. Да дело в том, что в этом барахле есть разные инструменты. И как я всегда говорю традиционно, вывод делать вам самим, кто смотрит ролики. Такие ролики я буду делать. Мне это самому понравилось. Вот в данном случае я свою мечту, да, у нее осуществил, приобрел себе такое сверло. Да, я не знаю, когда я им буду пользоваться, но вот вы знаете, как по жизни бывает. Вот ты делаешь какую-то работу, и какая-то операция, и не знаешь, чем ее сделать. А тут только бах, это сверло есть. Ну, я к примеру, да, и ты сделал эту операцию. Потому что вот инструмент, он бы как бы, не купили его, и он работает день и ночь, день и ночь. Нет, он может лежать очень долго, а потом сделать свою работу. А тем более этот инструмент, как я всегда говорю всем, что дешевле он стоит. И есть смысл его покупать. Для себя делаю вы воды, а вы делайте сами. С вами был канал Дедовский метод. Спасибо всем за внимание. Ну и традиционно комментируйте, потому что в споре рождается истина. Будем искать истину вместе. Так что комментируйте. До новых встреч. Субтитры сделал Dедовский метод. Продолжение следует...